SCP-949. Страна различного. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Область, на которой располагается SCP-949, должна быть окружена электрическим ограждением 2 метра высотой. Периметр области. Сдерживание должен всегда патрулироваться группами охранников по 4 человека в каждой. Из-за размеров SCP-949 сотрудникам службы безопасности разрешается пользоваться транспортными средствами во время патрулирования. Всех гражданских, приближающихся к SCP-949, следует отправлять на допрос и обрабатывать амнезиаком класса А. Исследования внутри SCP-949 должны проводиться сотрудниками класса Д. Проведение исследований внутри SCP-949 разрешается согласие трех сотрудников уровня 4. Описание. SCP-949. Большой лунопарк, расположенный в штате Засекречено. Согласно надписям на входных воротах и нескольким документам, найденным в парке, он называется «Страна развлечудова». Несколько раз отмечалось, что SCP-949 периодически исчезал и спустя несколько дней появлялся на том же самом месте с новыми аттракционами. На фотографии Лось Марти, один из представителей SCP-949-1. Аттракционы внутри SCP-949 обладают аномальными свойствами, дальнейшей информацией по которым доступна в реестре аттракционов 949-1. Эти аномальные свойства, похоже, не вредят людям и жертв во время исследований SCP-949 пока еще не было. Все аттракционы SCP-949 обслуживаются существами, обозначенными как SCP-949-1. SCP-949-1 выглядит как типичные для многих лунопарков ростовые куклы, изображающие различных животных. Каждая SCP-949-1 по-своему уникальна и до настоящего времени не была обнаружена двух одинаковых. Внутреннее вскрытие трупов захваченных экземпляров SCP-949-1 показало, что они набиты шерстью и внутри них нет людей. SCP-949-1 всегда пребывают в веселом настроении, несмотря на ситуацию, даже когда на них нападают или ранят. В парке были обнаружены плакаты и рекламные буклеты, а также сувениры, изображающие SCP-объекты, которые в настоящее время находятся в ведении фонда. В число SCP-объектов, изображенных в рекламных буклетах, входят данные удалены. Все упомянутые SCP-объекты, похоже, связаны с человеком или организацией, известной как Доктор Развлечудов. Все это, вкупе с названием лунопарка, позволяет предположить, что парк творения этой сущности. Интервью 949-1-1 Опрашивающий D-949-23 читает вопросы, написанные доктором Засекречено. Опрашиваемый одно из существ SCP-949-1 Саламандра Сэмми. Примечание интервью имело место во время исследований SCP-949-1, проводимого с помощью D-949-23. Начало интервью. D-гм. Привет, SCP-949-1. SCP-здорова, засекречено. D-откуда ты знаешь, как меня зовут? SCP-949-1 выглядит смущенным в этот момент. SCP-добро пожаловать в страну Развлечудова-Ха-Ха. D-ладно, проехали вроде бы. Можешь сказать, кто ты такой? SCP-я Саламандра Сэмми. D-что происходит с SCP-949, когда он исчезает? SCP-парк еще не достроен, дружище. D-что ты имеешь в виду под «недостроен»? SCP-простите, детишки, Сэмми должен бежать. До свидания. Конец записи. Заключение. После интервью SCP-949-1 убежал с поразительной скоростью. Реестр аттракционов 949-1. Название аттракциона. Хватай утку. Обслуживающее существо SCP-949-1. Лис Фрэнк. Описание аттракцион представляет собой бассейн, из которого крюком надо вылавливать живых игрушечных уточек. Уточки изображают панику и боль, когда их ловят. Если посетителю удастся выловить трех уточек, то SCP-949-1, обслуживающий этот аттракцион, наградит его большим плюшевым мишкой. Название аттракциона «Поместье с привидениями», обслуживающее существо SCP-949-1. Нетопырь Берти. Описание аттракцион представляет собой типичную комнату страха, которая, если почти в каждом обычном лунопарке. У людей, покидающих этот аттракцион, появляются несколько дополнительных конечностей и человеческая голова, пришитая к телу. Посетитель не знает об этих дополнениях до тех пор, пока ему на них не укажут. Человеческая голова, как оказалось, способна давать полную информацию по всем аттракционам, которые есть в парке. Название аттракциона «Бурная река», обслуживающая существо SCP-949-1. Форель Терри. Описание аттракцион представляет собой водную дорожку, которая встречается в некоторых обычных лунопарках. Испытуемый провел в этом аттракционе 30 минут. Испытуемый не сообщал о каких-либо аномалиях, за исключением того, что видел нескольких водных существ с беспорядочно расположенными конечностями, глазами и ртами. Название аттракциона «Автодром», обслуживающее существо SCP-949-1 «Барсук Билли». Описание. Аттракцион представляет собой автодром, который встречается во многих обычных лунопарках. После того, как человек садится в автомобиль, все оставшиеся автомобили начинают перемещаться сами собой и будут пытаться сожрать друг друга, используя примитивные челюсти, представляющие собой трещины в металле. Если человек выпадет из автомобиля, другие автомобили не обращают на него никакого внимания, а продолжают пожирать друг друга до тех пор, пока не услышится громкий гудок. Автомобили немедленно прекращают движение и начинают отращивать недостающие части, которые будут иметь другую окраску. Документ 949-1. Документ был доставлен в штаб-квартиру 5 неизвестным. Дата засекречена. Поздравляю за оказанную вами поддержку доктора Развлечудов. Хотел бы пригласить вас, как своих самых дорогих и постоянных покупателей, на тождественное открытие страны Развлечудова. Тождественное открытие произойдет. Дата засекречена. И доктор Развлечудов надеется, что вы проведете незабываемый вечер со своей семьей. Гостям будет открыт доступ ко всем аттракционам в парке. И они будут приглашены на грандиозный пламенный фейерверк. Поскольку доктор Развлечудов уверен, что Совет О-5 также будет присутствовать на этом событии, представители доктора свяжутся с ними утром перед тождественным открытием, чтобы доставить их в страну Развлечудова. Надеюсь, скоро встретить вас, доктор Развлечудов. Субтитры создавал DimaTorzok